Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня я намерен предложить нам с вами на духовную трапезу, на ужин духовный, если угодно, несколько мыслей из послания апостола Павла к Эфесианам. Сегодняшнее дневное чтение апостола дает нам такой отрывок, который полон, насыщен священными идеями. Вот, например, первая строка. Отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Апостол призывает нас к тому, чтобы мы говорили правду. Священное Писание и Ветхого, и Нового Завета неоднократно говорит о том, что ложь от дьявола, что из первого дьявол солгал. Он лжец и отец лжи. В нем нет истины, он не может говорить правду. Говорится также в псалмах очень часто, к примеру, что глаголющие лжу потребятся, то есть уничтожатся. Что человек, который не исправил свой язык, который лжет ближнему своему, он не будет иметь наследие вечной жизни. Вот эта мысль еще раз подчеркивается апостолом Павлом. Мы должны говорить друг другу правду. Если мы проверим свою жизнь и внимательно окинем взглядом мысленным каждый прожитый день, мы к страху своему заметим, что мы в день солгали множество раз. Иногда умолчав часть правды, не открыв ее, иногда приукрасив действительность, иногда прямо солгав, сказав что-то такое, чего не было на самом деле. Ложь въелась в нас, как некая раковая болезнь, распространяющаяся метастазами по всему телу, общественной и личной жизни. Поэтому человек, верящий в Христа, исповедующий истину устами своими, должен наблюдать за собой, не давать лжи место в своей жизни. Для мирских людей правдивый человек равен дурачку. Считается, что человек, который не умеет скрывать свое состояние душевное, который говорит правду всегда и везде, он не всегда как бы в себе. На самом деле, это именно болезнь наша заставляет смотреть на правдивых людей такими вот глазами. Правда, непременные условия вхождения в вечность, в блаженную вечность. Потому что никто из привыкших к лжи не сможет быть участником трапезы Агнца. Апокалипсис, поминая лживых, сквернодейцев, волшебников, блудников, убийц, боязливых, поминая также и лжецов, участь которых в озере горящим огнем и серой. Вот первая и важная мысль, которую сегодня говорит нам апостол Павел. Далее он говорит, гневаясь, не согрешайте. Солнце, да не зайдет во гневе вашем. Не давайте место дьяволу. Он не говорит нам, не гневайтесь. Потому что это неприродно и невозможно и неестественно. Гнев есть естественная сила души. Человек не может не гневаться. Но он должен гневаться в правильную сторону, если можно так сказать. Он должен направлять силу гнева на то, что достойно гнева. Например, на грех. Внутри нас гнездящийся. И так можно, как говорит святой лествичник, пометозлобствовать на плоть и гневаться на дьявол. Апостол Павел говорит, гневайтесь и не согрешайте. Солнце, да не зайдет во гневе вашем. Вот если сегодня, сейчас, всю секунду, кто-нибудь слышит меня, имеющий гнев на ближнего своего, пусть запомнит, что человеку, верующему в Христа, нельзя свой гнев перетаскивать через ночь на следующее утро. Нужно, чтобы застегающий нас вечер, солнце, клоняющийся к закату, нашло нас примирившимися. Мы не имеем права носить в себе злопамятство и долго быть во вражде друг с другом. То есть солнце, да не зайдет во гневе вашем, означает именно это в практическом нашем применении. И вот сегодня, даже услышавши эти слова апостола Павла, необходимо по телефону и лицом к лицу помириться с теми, с кем вы вольно и невольно вошли в ссору, погневались и имеете друг на друга нехорошую память. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Третья мысль апостола Павла, которая идет синхронно, по сути, в унисон, так она поется, с мыслями Иоанна Крестителя, который говорил, сотворите плод, достойный покаяния. Человеку кающемуся мало воздохнуть о грехах своих и прослезиться. Ему нужно сделать теперь нечто противоположное тем грехам, которые он раньше совершал. В частности, вор должен теперь перестать красть раз и давать милостыню два. Поэтому, кто крал, вперед не кради, а трудись, делая своими руками, чтобы было что уделять неимущим. Крали почти все. На заводах, в магазинах, в фирмах, в министерствах. И сегодня крадут почти все и еще и считают это геройством, еще и хвалятся, кто больше украл и кого не заметили. Чтобы у нас все было и чтобы нам за это ничего не было, есть такой шутливый тост времен перестройки. Грех вошел в моду. Люди хвалятся блудом, люди хвалятся победами на интимном фронте, люди хвалятся воровством, обманом, хитростью, жадностью. Это вошло в моду. Так вот, если имя Христа на тебе нарицается, если крест ты с себя не снял, если в церковь ты входить не стыдишься, значит, вперед не кради, но трудись для того, чтобы можно было чем-то порадовать неимущего. Священная, благочестивая и великая мысль. «Никакое слово гнилое, да, не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вот еще одна мысль из этого насыщенного, густого отрывка Священного Писания. «Никакое гнилое слово не должно из наших уст исходить». Это еще один очередной призыв к тому, чтобы положить хранение устам своим, как говорит царь Давид. От слов своих человек оправдается и от слов своих человек осудится. «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб», так говорит нам в Евангелии Христос. Поэтому еще раз проверим слова уст наших. Если есть там гниль, если похож наш язык на помойную яму, из которой истекает зловонная жижа ручьями в разные стороны, то мы должны постараться исправиться, пока не поздно. И такое насыщенное, по сути, есть все послание Павла к эфесянам, и такое же густо насыщенное и такое плотное по смыслам все Священное Писание. И пользуясь случаем, дорогие христиане, я еще раз и еще раз хочу призвать вас к этому священному труду, молитвенному вниканию в слова Божии, в слова апостолов, евангелистов, проповедников, пророков, благовестников. Поверьте, что труд сей не будет тщетен, если мы при этом сохраним благочестивую жизнь и верность Матери Церкви. Итак, повторимся, сегодняшние слова были против лжи, против безумного гнева, против воровства и против гнусного сквернословия. Если это сохраним, то и в этом без плода не окажемся. Ангелы-хранители, доброй ночи, до скорой встречи.